Здесь не нужны волшебная палочка и заклинания. Сказка становится былью, где лечащий доктор верный друг, а процедуры – любимое развлечение. Славе Колганову 9 лет, 6 из которых он занимается ипотерапией в Тейковском конном клубе. В этой форме реабилитации мальчику с ДЦП больше всего нравится общение с лошадью. Мы друг друга понимаем, общаемся, когда ездим. Она добрая, с детьми очень хорошо работать. Для детей такая. Вылечить ДЦП невозможно, но значительно улучшить состояние ребенка за счет лечебной верховой езды реально. В этом убеждены родители. Сегодня их дети показывают другим, как важно верить в чудо. При регулярных тренировках конь действительно становится реабилитологом для ребенка, с которым не сравнятся ни тренажеры, ни массажисты. Животное невольно задействует все группы мышц наездника. Вижу результаты не только своих детей, своего ребенка, но и других детей. Дети становятся сильнее, спинки сильнее у них становятся, мышцы укрепляются. Ну и тактильные, конечно, ощущения у ребенка развиваются. Она сейчас стала больше говорить. То есть, кроме того, что логопеды делают, здесь опять-таки все это закрепляется. Ребенок просто получает удовольствие от общения с животными и с людьми. В команде с ипотерапевтом работает коневод. Его главная задача состоит в том, чтобы всадник и лошадь почувствовали и поняли друг друга. Самое главное, что ребенок должен выполнять команды и сам чувствовать лошадь. Вот смотрите, он сидит, он сутулился, не может. Лошадь все это чувствует, потому что управление через центр тяжести идет лошадью. Вот мы говорим, плечики подняли, лопаточки сложили. Видите, и лошадь приосанилась сама. Она готова к движению, допустим. Он нажимает тоже ножкой, и лошадка выходит, выдвигается вперед. Для лечебной верховой езды лошади подбираются особые. Они должны быть невысокими, по характеру добрыми, спокойными и послушными. Правда, некоторые противники ипотерапии утверждают, что для здоровой, своенравной лошади такая модель поведения не характерна. А значит, она может быть попросту больна. Эти мифы, которые бытуют в людских мнениях, они надуманы и неоправданы, я бы так сказать. На своем опыте могу сказать, что лошадь довольно-таки эмоциональная и активная. В простом бытовом общении гуляет, очень живо, энергично. Когда сажают на нее ребенка, особенно больного или маленького просто ребенка, слово «больное» лучше не употреблять, как бы неправильно. Они такие же дети, как все остальные. Она совершенно себя ведет иначе. То есть они подразделяют для себя, лошадь довольно-таки умное животное, они подразделяют, кто на ней сидит, с какой целью, и ведут себя совершенно адекватно. В медицинских кругах ипотерапию уже считают особым видом реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Тем более, что тренеры, практикующие этот нетрадиционный способ лечения, обязаны проходить специальные подготовительные курсы. Занятия проводятся у нас не с нашей бредовой инициативой. Все это подтверждено, документально у нас обучение проходит. Вполне централизованно в Москве, в Уфе есть специальные курсы, в Ленинграде проводятся, в Санкт-Петербурге. То есть заниматься ипотерапией инструктор должен пройти, конечно, какое-то обучение, чтобы представлять физиологию ребенка, физиологию лошади и много там других нюансов. Несмотря на то, что конный спорт является одним из самых дорогих руководителей ипотерапевтических клубов, стараются снижать ценник на свои занятия. Некоторые и вовсе проводят их бесплатно. Находятся и меценаты, которые спонсируют лечение отдельного ребенка. Главным результатом для таких благодетелей становится искренняя улыбка родителей и их детей.